Варшавка 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 статистическая? Да. Ну, я, в общем-то, ничего плохого не имел против церкви, сейчас не имею, как говорится. Почему именно вы взялись ее восстанавливать? Ну, получилось так, что попросили восстановить, я, в общем-то, не отказался, пошел, сделал, что мог, как говорится, что знал, то и сделал. Я видел, работы велись еще с лета, да? Вот вы и несколько человек, это были энтузиасты, да? Да, в основном, да, это вот тут деды, вот мы вместе с ними работали, ну, надо было специалисты, я пришел, помог. Церкви здесь ставили именно в то время, когда появились на нашей земле села с именами уникальными – Лейпциг, Варна, Париж. Православный храм в каждой из станиц казачьей линии вдоль нынешней границы с Казахстаном должен был вдохновлять воина на битву с захватчиками земли русской. Видимо, поэтому такое отношение к факту восстановления церкви у нынешних защитников Отечества. Оказывается, церковь и армия совместимые вещи, да? Сомнений в этом нет, что всегда русские воины во все времена шли на поле брани, и церковь, все религиозные деятели вдохновляли воинов именно на ратный труд. И всегда было то, что дьячки или же священнослужители, капелланы, как сейчас называется, они присутствовали даже на поле боя и вдохновляли воинов на свой ратный труд. Поэтому я считаю, сегодня то, что возродилась церковь, церковь возрождается, это тысячелетняя история нашего государства российского. Я считаю, что это было величайшее в свое время заблуждение в 1917 году, когда вот эти величайшие традиции народа были нарушены. Товарищ генерал, а вы будете отпускать своих воинов в увольнение, вот, молильный дом? Я хочу сказать, что у нас, я из Карталов, значит, тоже недавно открылась, в прошлом году, да, церковь открылась, но сомнений никаких нет. Я тоже такого мнения, вот, и как товарищ генерал, что все-таки считаю, что раньше было это заблуждение, вот эту нашу ценность, и считаю, русскую ценность историческую, то ни в коем случае не надо было уничтожать. На освящение храма прибыл никто иной, как епископ Челябинский и Златоустовский, сан духовный в области нашей наивысший. Освятить храм мог и протодиакон, работа которому, впрочем, хватило на два полных выходных дня, от них только некрещенных оказалось в селе больше двух десятков, но у владыка Георгий соизволение имели самим прибыть, и вот почему. Село – это наша территория, и мы заинтересованы, чтобы и в сельской местности открывались храмы, тем более, что вот южные районы, это в основном сельскохозяйственные районы, ну, к примеру, Бреды, Чесма, Кизил – это города, вернее, не города, а села, и сельский район, но тем не менее, что ж, как-то сельские люди, они по-своему хороши, они добрее, они как-то так сказать, спокойнее, уроновешеннее. – У вас, говорят, крестьянские корни, да, владыка? – Ну, я тоже в селе родился, тоже, так сказать, работал по специальности сельскохозяйственной, был специалистом сельского хозяйства, так что у меня большое родство, и я уважаю сельский хозяйство, ближе к Богу, ближе к природе, к чистоте, да, ну, естественно, земля здесь чище, не то, что в городах. – Как сей храм зовется и в честь кого? – Храм назван в честь покрова Божьей Матери. Праздник этот крупный, большой, он связан с покровительством Божьей Матери при нашествии на Константинополь, столицу Греции, соседних племен, и по молитвам чудесно была снята осада, без кровопролития она разрешилась миром. Осаждавший Константинополь отступили, и греки тогда мирно себя чувствовали. Вот в честь этого был назван праздник, он перешел с христианством к нам на Русь, и ныне на Руси этот праздник почитается, в других странах он не почитается, но в нашей стране он очень почитаемый день, и поэтому икона Богоматери, покрова, она изображена здесь вот у нас справа.